Тяжесть в животе, чувство переполнения после того, как поела определенные продукты, то изжога под вечер, то отрыжка, ну какая-то горечь во рту. Ко мне на консультацию пришла женщина, которая жаловалась на абсолютную классику. Она бы, наверное, ко мне не пришла и просто бы лечилась, что называется, лекарствами из аптеки, но ее смутил подход врача, который делал ей фиброгастроденоскопию, ФГДС. Он ей сказал, у вас эрозивный гастрит, это важно, это небезопасно, вы должны уделять этому внимание. Но когда она посмотрела потом заключение, после ФГДС, там не было такого диагноза, эрозивный гастрит. Ее это очень напрягло, потому что, ну как так, вот с одной стороны вот такие язвы, вроде как на слизистой, как вы видите, с другой стороны ничего вроде как так сильно не беспокоит, болей, чтобы прямо ой, караул, нет. Так надо этим заниматься? Не надо. Почему диагноз-то не написали? Ну а правда состоит в том, что официального диагноза эрозивный гастрит действительно в международной классификации болезней не существует. Так же, как остеохондроза, вегетососудистая дистония, дисбактериоза кишечника. Но в медицинской среде терминология эрозивный гастрит, она широко используется, и в разговорах вы вполне можете услышать такое от врача. Давайте разберемся, насколько это все-таки серьезно, что приводит к эрозивному гастриту. Ситуация-то, в общем, частая. Как правило, не знают о нем те, кому никогда не делали фиброгастродиоденоскопию. Первое, о чем всегда начинается разговор, если мы слышим слово гастрит, а нет ли хеликобактера. Ну, так уже нас приучили, но это очень соблазнительно. Кто-то виноват в том, что так случилось. Его уберем, и наступит счастье. Но вот здесь как раз наука говорит следующее. Совершенно необязательно быть обладателем активной хеликобактерной инфекции для того, чтобы иметь эрозии в желудке. Более того, если есть заброс желчи из 12-ти перстной кишки наверх в антральный отдел желудка, вот сюда, рефлюкс так называемый, то как раз вероятность того, что будет хеликобактер, сильно снижается, потому что желчь обладает бактерицидным действием, и она затрудняет хеликобактеру возможности колонизировать слизистую желудку. Отсюда и логичный вывод. Эрадикация, то есть уничтожение хеликобактера с помощью лекарственных препаратов не гарантирует исчезновение эрозии. Ну, как, собственно, получилось с этой женщиной. Ей действительно нашли хеликобактера когда-то полгода назад, провели терапию, а эрозии как были, так и остались. Факт номер два. Это то, что если мы наблюдаем язвочки, то вроде бы должно сильно болеть. Тем не менее, это неправда. Гастроэнтерологи вам подтвердят, что острые эрозии как раз меньше беспокоят. Больше проблем доставляют с дискомфортом так называемые полиповидные. То есть, когда было долгое воспаление на этом фоне, уже он не плоский, а чуть-чуть возвышенный, и на кончике как раз образовалась эрозия. Сюда логичный вывод. Чем короче период, когда есть воспаление на слизистые, тем лучше. Чем быстрее заживили эрозию, тем лучше. Факт номер три. Заброс желчи усиливает вероятность образования эрозии. Вот смотрите. Такими дорожками они могут располагаться в том самом нижнем антральном отделе желудка, который находится рядом с двенадцатиперстной кишкой. Ну, потому что желчь это агрессивная среда, и ее там быть не должно. А вот теперь вопрос. А когда очень часто у человека случаются такие явления, как заброс желчи? Очень неприятная правда, у большинства людей после операции по удалению желчного пузыря рано или поздно возникают эрозивные процессы в тонкой кишке и часто в желудке. Потому что нет контроля за выбросом желчи, и она может двигаться, в общем, достаточно хаотично. Поэтому после удаления желчного пузыря, посмотрите, пожалуйста, кстати, есть на канале доктор Соколинский видео специальное. Там нужно не расслабляться по поводу того, что теперь можно все что угодно кушать и не бояться, что камни пойдут, а выработать стройную систему защиты своих слизистых. Это возможно. Могу вам рассказать, как это сделать на консультации, но имейте в виду, что так часто бывает. Нет желчного пузыря или есть желчный пузырь с застоем, образуется эрозия из-за заброса желчи. Три самых распространенных и понятных причины, почему все это безобразие на слизистой происходит. Нарушены два процесса – регенерации и повреждения. То есть, есть какой-то повреждающий фактор, но не обязательно хеликобактер, как мы договорились, и не только желчь. Но, например, вы просто склонны есть более жирную, более тяжелую пищу. Это приводит к тому, что она дольше в желудке, то есть какая-нибудь кашка – два часа, а много мяса, особенно вечером – шесть часов. Ну, соответственно, все это время влияет кислота на слизистую. Повреждающий фактор – курение, вызывает спазмы сосудов, избыточный алкоголь, нестероидные противовоспалительные препараты. Да вообще много лекарств, которые являются повреждающим фактором, разрушают слизистую. Иногда даже назначают специально вместе с такими лекарствами амипрозол, но тут надо понимать, что сам по себе амипрозол, он тоже не абсолютно леденец, у него тоже есть свои побочные действия. Особенно, когда его понимают долго, он может вызывать атрофию слизистой. Каких веществ может не хватать? Витамин D влияет на заживление, если он низкий – плохо. Цинк – это расходное вещество, которое стимулирует процесс регенерации. Может быть, просто энергодефицит. Вы в переутомленном состоянии находитесь. Либо энергодефицит связан с инсулинорезистентностью. Это когда у вас клетки нечувствительны к инсулину, и это такой преддиабет. Это всегда энергодефицит. Не хватает силенок для регенерации. Вторая причина – частое действие продолжительного стресса и, например, неконтролируемых эмоций. Все, что вызывает спазмы сосудов, нарушает питание вашей слизистой. Страхи, раздражительность избыточная. Вспомните, когда вы боитесь, все сжимается. Сжимаются и сосуды, недостаточно поступает крови в слизистую и недостаточно питательных веществ. А повреждающие факторы как были, так и остались. Ну вот, баланс нарушился, образуется эрозия. Если быстро все восстановится и питание улучшится, вы, например, отдохнете, дадите какие-то нотайцевтики, восполните пищевые дефициты, начнете правильно питаться, то некоторые эрозии даже сами пропадают. Если это все затянется, то уже будет хронический процесс. И третья причина, вот о ней думают меньше всего, она с возрастом становится очень актуальной. Это атеросклероз, грубо говоря, зарастание сосудов, отложение липидов тяжелых. Либо это эндотелиальная дисфункция, которая возникла на фоне изначально, например, постковида. Вот такие могут быть причины. Тот же сахарный диабет. Часто хирурги обращают внимание на то, что эрозивный гастрит сочетается с атеросклерозом боюшной аорты. Ну, просто элементарно не поступает, опять же, достаточно питательных веществ, потому что сосуды не только спазмированы, но уже и просто каменные. А что делать-то? Давайте я вам расскажу, как с этой женщиной мы непосредственно работали, чтобы ей помочь. На первом месте качественная диагностика. И здесь все было прекрасно, потому что она получила фиброгастроскопию. Кроме того, у нее было УЗИ боюшной полости выполнено. И мы знали точно, в какой стадии, скажем так, в каком состоянии находится активность хеликобактера. У нее отрицательная. Благодаря этому диагноз есть. Можно использовать изменения в образе жизни, питании, применении нотарицептиков, не опасаясь того, что там что-то более серьезное, чем просто гастрит с эрозиями. Первым делом мы как раз облегчили питание. Для этого понадобилась консультация. Не верьте, если вам говорят, что пришлют список продуктов, которые можно есть, которые можно не есть. Или вы сами там где-то прочитали. Каждый человек индивидуальность. На консультацию по питанию у меня уходит час. Это минимум для того, чтобы просто вот вникнуть, как человек ест. И переформатировать немного. Потому что цель это не сделать вашу жизнь кошмаром, сказать вам, вот вообще все, что вы ели, теперь не ешьте. А из вашего рациона убрать самое токсичное, скажем так, и сделать его способствующим регенерации ткани. Как правило, это детали. Но вот эта работа и требует вдумчивого подхода. Нельзя всем по шаблону дать рекомендацию. Как воспользоваться консультацией? Вы можете посмотреть. Это ведь абсолютно бесплатно. Начать общение на сайте Центра Соколинского в онлайн-чате. Вы же сами увидите в процессе, насколько вам все нравится. И достаточно бесплатного совета эксперта на сайте, либо вы хотите все-таки ко мне глубоко разбираться. Потом у этой женщины были проблемы со сном. И, как я сказал, это всегда влияет. Эмоциональное состояние спазмы сосудов от него зависит. Повышенный уровень кортизола, повышенный адреналин, нарушение сна ведет за собой нарушение и заживление. Всегда запомните. Любые повреждения тканей у человека, который не спит достаточно и полноценно, заживают дольше. Что бы это ни было. Кость или, не знаю, слизистая. Научить за одну консультацию вас по-другому реагировать на эмоциональные нагрузки, наверное, я не смогу. Но посоветовать вам стресс-протекторы вполне реально. Биолан, эстартиум антистресс, седативикум, бальзам аскор. Запоминать все это не надо. Как я уже сказал, вы всегда можете написать на сайте, и вам пришлют все необходимые ссылки. Кроме того, мы непосредственно занимались поддержкой заживления тканей. Для этого использовали хлорофилл из хлореллы. Здесь внимание. Хлорелла, хлорелли, розень. Мы применяем дейлику не просто потому, что она вкусная, а по той причине, что она абсолютно чистая. Выращена эта хлорелла биореакторным способом. Поэтому там и выше содержание хлорофилла, чем в том, что выловлено в природных водоемах. И абсолютно отсутствует вероятность вместе с пользой еще получить какие-то тяжелые металлы. Кроме того, для очищения слизистой от продуктов воспаления. Потому что вот вся боль, весь дискомфорт при эрозиях возникает, если там длительно воспаление. Оно становится так называемое продуктивное. То есть уже продукты производят. Вот те самые полипы растут. А здесь большую роль играют токсины хронического воспаления. И, например, такое вещество, как гистамин, которое повышает отек. Вот это все со слизистой можно снимать. Для этого мы используем специальный пектин, который называется Zosteium Detox. Ну и, наконец, известно, что определенные пробиотики могут обладать противовоспалительным действием. Кроме того, в пробиотике альфа-баланса содержится еще и цинк, который стимулирует, собственно, процессы заживления слизистого. Зачем вообще так сложно? Вот все-таки мне говорили, вот вам одно понижает кислотность. Вот это заживляет слизистые. Эпитерий протективной терапии называется. А здесь что-то много всего. Вот я занимаюсь помощью людям 20 лет и понимаю, как на самом деле устроено все в организме. И нет волшебных средств. Снять симптомы, конечно, можно за неделю. Но сделать так, чтобы те же самые эрозии не появились на следующей неделе, для этого вот уже все-таки нужно восстановить целиком процессы энергетики в клетке, устранить повреждающие факторы, нормализовать микрофлору, нормализовать структуру желчи. Это работа. На самом деле натуральные вещества в данном случае, они ведь не создают никакой нагрузки на печень, как-то не накапливаются негативным способом. И у них еще есть целый шлейф положительных действий. Ведь сейчас мы говорим с вами об абразивном гастрите. Но в реальной жизни у того же самого человека, как правило, бывают и проблемы в правом баку дискомфорта, связанные с тем же самым застойм желчи. И со стулом может быть неприятность, и с кожей что-то и так далее и тому подобное. Поэтому вот такой комплексный подход, он дает эффект. Скачайте, пожалуйста, хотите разобраться, скачайте, пожалуйста, книгу абсолютно бесплатно на сайте Центра Соколинского. По ссылке в описании выберите, какую вам лучшую систему, предназначенную для тех, кто живет в России или тех, кто живет не в России. Немного разные препараты по объективным причинам, потому что есть просто границы, как мы понимаем. Но, тем не менее, логика одна и та же. В книжке я кратко и более подробно, с примерами, видео, статей, со ссылками на все составы натуральных средств рассказываю. Вот примерно то же самое, что я сейчас вам объяснил. Мне удалось донести до этой женщины, у нее уже был какой-то кайдит доверия, потому что однажды она к нам обращалась. Ну, сколько вот сейчас это время не заняло? Чтобы человек понимал, что там происходит у него внутри. Немного. Но, тем не менее, она прислушалась к рекомендациям и результатом, конечно же, было устранение тех дискомфортов, которые у нее были в животе, в желудке. Потому что это неправда, что не существует специалистов, которые могут помочь, и никто не разбирается. Иногда мы просто ленимся вникать. Я надеюсь, что в вашем случае все будет по-другому, и вы получите прекрасный эффект. Будьте здоровы, берегите себя. Смотрите наши видео.